Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня мы с вами будем кушать 6 котлет маминого приготовления. Еще у нас здесь с вами макароны, мои любимые, конечно же, маслины. Как я по ним скучала уже, наверное, где-то месяц. У нас не было маслин. И вот здесь немножечко осталось айсти с прошлого мукбанка. На улице пасмурная погода. Позвонил мой парень и как раз-таки в это время я снимала для вас влог. Короче, во влоге все увидите, как мы идем гулять по парку. Ну, недолго мы гуляли, конечно же, потому что нельзя, можно только на 2 часа. Конечно, есть люди, просто не как раньше. Раньше прям сесть не где было. Обожаю мамины котлетки. Даже когда дядя к нам всегда приезжал, он всегда просил маму приготовить ее коронное блюдо. А коронное блюдо, это, конечно же, ее котлетки. Рецепт внизу. Я специально взяла пластмассовую вилку. Но сейчас я понимаю, что это не очень хорошая идея, потому что вот, ничего невозможно взять. Просто металлическая, она действует на нервы, когда ударяется об тарелку. Как вы думаете, я смогу съесть 6 котлет? Я думаю, что да. Не то, что я прям голодная. Все сделала, смотрела мукбанг. И прям поняла, что... Айка, держись, пора снимать тоже мукбанг. Смотрите, какая прелесть. Это не куриная котлета. Мясные. Обалдеть, как вкусно. Так, давайте начнем отвечать на вопросы. Тебе больше нравится, когда тебя называют Айка или твое полное имя Айнур? Честно, есть определенные люди, которые всегда меня называют Айнур. Например, мой парень, не знаю почему. Когда мы познакомились, меня представили ему как Айка. И в этой компании тоже все меня назвали Айка. Он смотрел мои видео, здесь я тоже Айка. И очень странно, что он меня начал назвать Айнур. Это мое полное имя по паспорту. Обычно, когда мама говорит Айнур, я понимаю, что я что-то намутила. Сто пудово не помыла банну или... Что-то разбросила. И не собрала. Потом мне объяснил, что ему не очень нравится Айка. Но мне, если честно, и так, и так нравится. Когда-то в детстве я очень хотела, чтобы меня звали Женя. Чтобы я поменяла имя в паспорте. Сейчас я понимаю, как хорошо, что я это тогда не сделала. Точнее, родители вообще просто посмеялись надо мной, когда я сказала, что я хочу, чтобы меня звали Женя. Мы его двоюродного брата и двоюродную сестру, можно сказать, переименовали после того, как они стали взрослые. То есть, они поменяли свое имя. Если честно, мы все так привыкли к их новым именам. Я не вижу ничего постыдного, когда человек меняет имя. Там астрологи говорят, что, ой, это плохой знак. Ты меняешь свою судьбу и так далее. Но мне кажется, это полнейшая чушь. Если тебе не нравится твое имя, пойди поменяй. Правда, волокита с бумагами и все дела. Но по факту ты становишься счастлив. Иногда детей у нас здесь на Кавказе. Называют именами пра-пра-пра-бабушек и так далее. А потом ребенок взрослеет и понимает, что ему не нравится это имя. Типа, если поменяешь, это как-то неуважение к старшим и все дела. Так что мне нравится и мое имя, и мой ник. И у меня было три варианта, о которых я вам рассказывала в инстаграме, как я хотела назвать свой канал. Но в конце я остановилась на Айка Эмили. И я безумно рада. У нас была соседка в деревне. И у нее была дочь. И получается, что у другой соседки родился ребенок после смерти ее мужа. То есть она была беременная. И муж, к сожалению, погиб. Аллах, рамятеля сын, как говорится. И когда ребенок родился, она решила назвать в честь какой-то своей двоюродной сестры, не помню, короче, этим именем. А также звали соседку. Точнее, дочь соседки. И она такой скандал закатила. Вот. Ты свою сироту называешь именем моей дочери. Это настолько неэтично. Это настолько просто фу. Что, других имен нету? Как имя моей дочери? Бабушка рассказывала, что жуткий скандал был из-за этого. Типа, она гнала за то, что если ты назовешь свою дочку этим именем, то судьба моей дочери поменяется. Пожилая женщина, но так рассуждает и считает неправильно совершенно. У каждого своя судьба. Меня зовут Айнур. Тысячу других девочек тоже зовут Айнур. Это очень распространенное имя в Баку, например. Каждую третью зовут Айсель, Айтен, Айнур. Это просто в те времена было суперпопулярное имя. Все называли детей так. Так что, когда говорят, что когда вы называете ребенка каким-то именем, вы уже пророчите ему судьбу. Не знаю, не верится. Айка, если бы ты родилась в чужом теле, кем бы ты бы очень хотела быть? Вот это, мне кажется, тоже интересный вопрос. Кем бы я бы хотела быть, если бы я заново родилась? Не знаю, вот, например, из звезды, если взять, вот всех, вот прям всех-всех, я бы очень хотела быть хотя бы один день Кайли Дженнер. Мне кажется, ее жизнь очень необычная, интересная тем, что она суперпопулярна. Все везде ее фотографируют и ищут. Живет отдельно, изолирована от общества. Не может просто, как мы выйти где-то в парке, погулять и так далее. Мне кажется, ее жизнь очень интересна. Возможно, я ошибаюсь, но все равно. Хотела бы пару дней хотя бы быть какой-то супер знаменитостью. как Криштиану Роналду. Просто интересно, чем их жизнь отличается, например, от нашей. Мы вот простые люди встали, там, не знаю, какие-то дела делаем, а вот они встали, им все сделали, им все принесли, а дальше что? Вот реально, просто один день было бы очень интересно. Я всегда над парнем прикалываюсь, курю. Я бы хотела быть твоим братом на один день, то есть вселиться в твоего брата-близнеца и просто посмотреть на тебя со стороны. Посмотреть, насколько вы похожи. шесть котлеток просто легко. в третьем классе у нас была девочка, она говорила, я вчера ночью вселилась в кого-то. Вот такие вещи она говорила. И ее родители отвели ее к психиатру, потом она с нами не училась. Ну, в общем, а вдруг действительно она могла всеряться в людей, просто сказала об этом и все, психушка. вчера в час ночи мне звонит мой брат и говорит, я посмотрел твой мукбанг с Макдональдсом я очень сильно разозлилась. Я говорю, почему? Самый мой любимый момент, он говорит, это когда ты ешь бургер. А бургер ты оставила на конец. Я терпеливо ждал все 17 минут, пока ты начнешь кушать этот бургер. и как только ты начинаешь его кушать, раз перемотка. То есть быстрый режим. И он говорит, я так разозлился. Мне оно надо было смотреть столько, как ты кушаешь на яйце. А я, если честно, думала намного приятнее смотреть, как кушают наггетсы, стрипсы, чем непосредственно гамбургер. Чем еще из рук валится. я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Если вы досмотрели, обязательно поставьте лайк. Всем желаю приятного аппетита. У меня садится зарядка, поэтому со скоростью света я с вами прощаюсь. Всем пока!